Рукотворная огненная торнадо прямо на вашем заднем дворе. Ледник посреди пустыни. Молния в бутылке. Удаление облаков. Сегодня мы с вами посмотрим, как можно сломать правила природы. То, что вы видите, кадры из фильма, но подобные огненные смерчи — очень даже реальное явление. Они выглядят как высокие, относительно тонкие вихри, которые затягивают внутрь пламя. Механизм образования, в принципе, простой. Воздух над горящей территорией сильно нагревается и начинает подниматься вверх. К нему добавляются холодные воздушные массы по бокам. И все это закручивается вместе с пламенем. Все это настолько просто, что вы вполне можете сделать огненный смерч сами. Достаточно только правильно установить вентиляторы и что-нибудь горящее по центру. Вот так, например. Или так. Суть в том, чтобы создать потоки ветра, которые прямо как в природе будут поднимать огонь вверх и одновременно с этим закручивать. Или вот так. А, и на всякий случай уточню, что не нужно повторять такое. Ни на заднем дворе дома, ни в любом другом месте, потому что ребята на видео — профессионалы. Они носят защитную одежду, так как из-за ветра и огня жар рядом со смерчем просто нереальный. В природе огненный смерч вообще может достигать температуры 1090 градусов Цельсия. И даже рукотворный. Такой смерч может быть очень высоким. Вот здесь изначально подожгли огонь в бочках, и его высота составила где-то полтора метра. Но затем в дело пошли 8 вентиляторов, и получилось... Как думаете, метров 5? 7? В естественных условиях огненные смерчи, которые создает природа, вообще могут вытянуться на километр в высоту. Все, что находится рядом, сгорает или плавится за секунды. Арбуз, кстати, тоже можно сломать. Это немного баян, но все же мало кто рассказывал, как их делают в Японии на самом деле. Зачем арбузам вообще придают такую форму? Кубические арбузы предназначены для более компактного хранения в холодильниках, а их форма облегчает нарезку. Такой арбуз никуда не укатится в самый неподходящий момент. Но чтобы обычный арбуз стал кубическим, его запирают вот в такую коробку, клетку, не знаю, как это назвать. В любом случае арбузу не остается ничего, кроме как заполнять все имеющееся пространство и вырасти в форме куба. Но тут есть нюанс. Чтобы кубические арбузы сохранили свою необычную форму, их необходимо собирать до того, как они созреют. Вот такими. То есть необычный арбуз за 200 евро оказывается еще и несъедобным. Кстати, с появлением кубических арбузов стали выращивать и другие формы. Сердечки там, пирамиды. И есть их, похоже, тоже нельзя. А вот эту штуковину можно. Корейские ученые создали новый продукт питания, представляющий собой гибрид говядины и риса. Для этого они взяли мышечные и жировые стволовые клетки коров и пересадили их прямо в зерна риса. Звучит не очень аппетитно. Особенно если учесть, что культивация этого говяжьего риса или рисовой говядины, короче, этой штуки, происходит в чашке Петри. Конечный продукт выглядит тоже так себе, как розовая каша. В ней на 8% больше белка и на 7% больше жира, чем в обычном рисе. И на 100% больше неаппетитности. Но потенциально это крутое изобретение. Представьте, что вы получаете все необходимые питательные вещества из риса. То есть рис уже довольно питательный, но будет прям совсем сытный. Потенциально это можно использовать для борьбы с голодом. А вот такая простая машина потенциально может использоваться для спасения кораллов. Что она делает? Создает туман. Как кораллы вообще связаны с туманом? Оказывается, напрямую. Большинство кораллов живут на мелководье, и потепление превратило это мелководье в теплую ванну. Солнце, в котором кораллы нуждаются, также может стать слишком ярким. И вот тут на помощь приходит машина, создающая туманы. Получается естественный барьер. И это правда важно. Когда водоросли испытывают стресс, например, из-за слишком высокой температуры или слишком яркого света, они производят вредные химические вещества во время фотосинтеза. Эти химикаты могут нанести вред кораллам. Затенение кораллов спасает, но устрой тень над всем огромным рифом непросто. Да и тут главное не переборщить, иначе фотосинтез затормозится. Так люди пришли к искусственному туману. Он работает оптимально, затеняет, но не лишает риф света полностью. И выглядит это забавно, как будто кто-то притащил Посейдону дым-машину для вечеринки. Теперь исследователи разрабатывают немного другие машины, но с таким же функционалом. Они будут превращать морскую воду в туман, который будет прикрывать риф в самое жаркое время дня. И раз уж мы заговорили про создание тумана над рифом, самое время вспомнить о такой вещи, как засев облаков. Наука чертовски полезная штука, благодаря которой людям больше не нужно проводить обряды в надежде изменить погоду. Теперь в дело вступают самолеты. С их помощью в облака распыляются разные реагенты. Твердая углекислота, йодистое серебро и много чего еще. Вот так выглядят установки на самолетах, с помощью которых и осуществляется распыление. А такие используются, когда самолет находится над облаками. Да, тут все дело в облаках. В природе осадки образуются, когда крошечные капельки воды в облаках увеличиваются в объеме до достаточного размера, чтобы падать, не испаряясь. Эти капли растут, сталкиваясь и соединяясь с соседними каплями, либо замерзая, либо притягиваясь к частичкам пыли или соли, ядрам конденсации. Засев облаков, ускоряет этот процесс, добавляя в облака дополнительные ядра. Количество капель растет, они становятся больше, и это приводит к осадкам – дождю или снегу, в зависимости от температуры. Когда самолет находится внутри облака, используют вот такие штуки, которые активируют из кабины пилота. Они горят по 4 минуты и оставляют после себя след из дыма с йодидом серебра. На самом деле, у засева облаков довольно длинная история, которая началась еще в 1891 году. Луи Гатман предложил распылять жидкий углекислый газ в дождевые облака, чтобы вызвать осадки. До реализации дошло в 1940-х, и с тех пор люди используют засев облаков в самых разных уголках земли. Причем делается это не только с целью вызвать дождь во время засухи. В Северной Дакоте засев облаков используется, чтобы уменьшить ущерб от града. Реактивы способствуют образованию большого числа мелких градин, что гораздо лучше маленького числа крупных. С мелким градом посевы и инфраструктура способны справиться. А еще такие же вызыватели дождя могут работать прямо с земли. Да, выглядят они как дизайнерские вешалки, которые дымятся. Разработали их вроде как не очень давно, но действуют устройства неплохо. Итак, люди научились создавать огненные вихри, вызывать дождь и создавать туман. Почему бы не подчинить себе молнии? Я сейчас не про электричество, а про управление тем, что создает сама природа. Это молнииотвод. Вообще, базовый дизайн и идея молнииотводной башни не сильно изменились с момента ее изобретения в 18 веке. Но в 2021 году ученые на северо-востоке Швейцарии решили внести кое-какое разнообразие и добавили лазер. С его помощью исследователи пытались отправить молнию на вершину горы. А эта высота больше 2400 метров. Ученые установили быстроимпульсный лазер рядом с телекоммуникационной башней на Сентисе. В период с июля по сентябрь лазер работал более шести часов во время грозы. За время наблюдения вышка связи подверглась ударам как минимум шестнадцать раз. Четыре из них произошли во время лазерной активности. Это один из таких ударов, произошедший 24 июля 2021 года. И он был запечатлен в мельчайших подробностях. Небо было достаточно чистым, чтобы камеры смогли зафиксировать удар молнии. И эта молния следовала за лазером на протяжении 50 метров. Как котик, только молния. А вот так это выглядит в лабораторных условиях. И людям потребовалось больше 20 лет, чтобы научиться наводить молнии с помощью лазера. И все это не просто по фану. Сегодня молнии и отводы, конечно, работают, но на очень ограниченной площади. Традиционный молнии и отвод высотой 10 метров защищает область радиусом около 10 метров. Это хорошо для дома, но явно недостаточно для аэропорта или других важных мест, которые нуждаются в защите. В общем, идея состоит в том, чтобы заменить эту металлическую палку лазером, который будет виртуальным молнии и отводом, и спать спокойно. Что дальше? А дальше северное сияние. Миссия НАСА под названием «Азура» стремится лучше понять, как северные сияния движутся в нашей атмосфере. И, естественно, ученые дошли до того, чтобы создавать эти явления искусственно. НАСА запустило две зондирующие ракеты из космического центра в Норвегии, предназначенные для создания искусственных полярных сияний. Эти полярные сияния были запечатлены горсткой людей в этом районе. И, черт возьми, там было на что посмотреть. Мне вообще нравится северное сияние. Это же гораздо круче любых фейерверков, потому что появляется естественным путем. Ну, пока не вмешивается НАСА. Но не все эксперименты по украшению природы заканчиваются успехом. Некоторые просто заканчиваются. Так в 1973 году исландцы провели самый известный эксперимент по замораживанию лавы. Они использовали водяные шланги с флотилией небольших лодок и рыболовецких судов, чтобы защитить небольшое островное население от лавы вулкана Эльтфелл. Выглядело это как попытка потушить огромный пожар. В ход пошло множество труп и насосов. Короче, все, что удалось найти. И не случайно. Дело было не только в эксперименте. Когда со всех сторон на тебя надвигается пламя, меньше всего думаешь о том, что человек – царь природы и все в таком духе. Тут главное – спасти себя и город. Тогда потоки лавы угрожали закрыть гавань, которая была спасительным каналом для связи с материковой частью Исландии. Победили ли люди – неизвестно. Извержение закончилось до того, как можно было оценить успех. Но гавань хотя бы уцелела. Гавайцы пошли еще дальше. Они использовали взрывчатку, сброшенную с самолетов в 1935 и 1942 годах, чтобы попытаться разрушить потоки лавы. Причина та же – извержение угрожало городу. Но… Взрывать лаву? Серьезно? Идея заключалась в том, чтобы разрушить лавовые трубы в вулкане, которые доставляли лаву на поверхность. Ни одна попытка не увенчалась успехом. Взрывы – вот так неожиданность. Создали новые каналы. И получилось только хуже. А теперь знакомьтесь – Чихуахуа из Пуэрту Рико по имени Миракл Милли. Она не имеет никакого отношения к молниям, вулканам и всему прочему. Но собака занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая клонированная в мире. Все эти щенята – клоны оригинальной собаки. И ученые не случайно наделали такое количество копий. С 2012 года Милли удерживает рекорд, как самая маленькая в мире живая собака. Исследователи хотели узнать, что именно сделала ее такой крошечной. И поэтому в августе 2017 года начали создавать клоны. На данный момент этих клонов уже 49. Целое полчища Чихуахуа. Кстати, для создания их всех использовалась та же самая технология, которая использовалась для клонирования овцедоли в 1996 году. Первый помет клонов Миракл Милли родился в августе 2017 года. Теперь все 12 собачек – Молли, Молли, Мелли, Молли, Муму, Мила, Мэри, Мими, Мони, Мини, Мелла и Мулан. Так вот, все эти собачки замечательно живут и наслаждаются обществом друг друга. Клоны похожи на оригинал по характеру, хотя некоторые получились чуть-чуть крупнее Милли. А Молли Уизли еще жаловалась, что ей сложно различать близнецов. И мне, если честно, кажется, что отличить один клон собаки от другого клона собаки вообще нереально. Ну, реально настолько же, насколько поймать молнию в бутылку. Если вы не слышали это выражение или слышали, но не понимали, о чем речь, то это отсылка к опыту Бенджамина Франклина, когда он в 1752 году пытался запустить воздушного змея в грозовую тучу и собрать молнию. Короче, обычно такое говорят, когда удается добиться успеха очень маловероятным способом. А знаете, что происходит, когда выражение становится реальностью? Команда из компании General Electric сделала это. Они поймали молнию. Но сначала ее, конечно, нужно было создать. Для этого им пришлось обратиться в специальную лабораторию вот с такими устройствами. Это генераторы импульсов, которые могут выдавать до 2,4 миллиона вольт. Сколько это? Ну, довольно много. Дальше, правда, схалтурили. Банка была не самая обычная. Внутрь поместили суперконденсатор. Ничего подобного у Франклина не было. Но если бы было, он бы наверняка этим воспользовался. Когда подготовка была закончена, искусственную молнию пустили в банку и... Собрали энергию. И потом реально запустили автомобиль с ее помощью. Будь я на месте старины Бенжи, я бы прослезился. Ладно, Стив, что мы там еще обещали показать? Лед в пустыне? Давай. Запросто. Вот он. Ледник в гималайской пустыне Ладак по сути не должен здесь быть. Он искусственный, а создали ледник местные жители для хранения воды. Выглядит он, конечно, впечатляюще. Огромная гора льда посреди камней, песка и пыли. Как будто ледник просто взяли и прифотошопили сюда. Но как эта гигантская штуковина может решить проблемы с водой? Зимой температура в Ладахе редко поднимается выше минус 40 градусов по Цельсию. И даже летними ночами она может опускаться ниже нуля. Дожди здесь выпадает мало, поэтому местные жители полагаются на таяние ледников, чтобы получить воду для всяких сельхознужд. И в принципе это срабатывает. Но сначала ледник создают. В конце лета местные жители набирают талую воду из ледников в подземные трубы. Ночью вода выливается на куполообразную конструкцию, где и замерзает. Но лед может быть очень хрупким, поэтому, чтобы вся эта конструкция не рухнула, внутрь люди добавляют ветки в качестве дополнительного каркаса. Но больше всего мне нравится, как ледник смотрится изнутри. Да, это просто ледяная пещера посреди пустыни. Чертовски красиво и необычно. В то же время на другом конце света люди борются за сохранение естественного ледника. И ветки тут никак не помогут. Этот гигантский ледник на горе Титлис в Швейцарии за последние десятилетия резко уменьшился из-за глобального потепления. Но остановить потепление даже в каком-то конкретном месте невозможно. И знаете, что приходит на помощь? Одеяло. Власти местного горнолыжного курорта пытаются замедлить таяние, набрасывая на ледник гигантские одеяла. Общая площадь этих одеял составляет примерно 14 футбольных полей. Само собой, чтобы хорошо их распределить, приходится прикладывать немало усилий. И вы только вдумайтесь. Вот этот маленький человечек укрывает ледник. За счет того, что одеяло примерно такого же цвета, как лед, заметить их довольно сложно. Только если знаешь, куда смотреть, и ожидаешь, что увидишь ткань вместо льда. Я вот не ожидал. Но главная цель состоит не в том, чтобы закомфортить ледник. Таким образом, люди изолируют уязвимые отложения, отражая большую часть солнечной энергии обратно в атмосферу. Поэтому одеяла и белые. А еще их размер нужно было постоянно увеличивать в течение последних нескольких лет, чтобы добиться достаточного эффекта. Рабочим пришлось тщательно сшить одеяло и накрывать ледник в течение 5-6 недель, чтобы замедлить его таяние. И даже если это кажется странным, такой метод может замедлить таяние льда на 50%. Это как минимум продлевает туристические сезоны и как максимум дает отсрочку полному исчезновению ледников. А еще эти одеяла довольно простые и требуют меньше инфраструктуры, энергии и воды по сравнению с другими методами уменьшения таяния снега. Правда, стоят они недешево. Ежегодно покрытие тысячи крупнейших ледников Швейцарии обходится примерно в полтора миллиарда долларов. О, я вспомнил еще одну историю с одеялами. Однажды ими накрыли самое большое дерево в мире. Это произошло в национальном парке Кингс-Каньон в Калифорнии. Тогда дерево спасали от лесных пожаров, которые бушевали в парке. А как спасти от огня что-то размером с гигантскую секвою? Только накрыть основание термостойким одеялом из фольги. Серьезно, это выглядит как единственный вариант. Точно такой же материал используется пожарными для защиты огнеопасных конструкций. И да, это сработало. Но мое самое любимое изобретение человечества – это искусственное солнце. Вот оно. Каждая из этих трех зеркал площадью 16 квадратных метров управляется гелиостатами и двигателями. Они отслеживают движение солнца по горизонту и постоянно меняют положение зеркала, чтобы отражать свет в город. Вот вы можете похвастать, что у вас есть три собственных солнца? А жители норвежского города Рьюкан могут... Но это сейчас. На протяжении сотен лет до этого они почти по полгода жили без прямых солнечных лучей. Все из-за расположения. Видите, Рьюкан находится в довольно узкой долине, со всех сторон окруженной горами, из-за которых солнце просто не добирается до жителей. Вообще, зеркала на горе хотели поставить еще в 1913 году. С учетом того, что Рьюкан был построен несколькими годами раньше, основатель города сразу понял проблему. Вместо этого его преемники создали канатную дорогу Красабанен, чтобы дать работникам и их семьям доступ к зимнему солнцу. Но это не избавило людей от желания получать постоянный доступ к прямому солнечному свету. И вот, наконец, один из местных жителей решил разобраться с проблемой. Прошло почти сто лет, прежде чем жители Рьюкана все-таки получили свои солнечные зеркала. Отраженный солнечный луч падает прямо на городскую площадь, и все счастливы. Хорошо, что никто не догадался подставить туда огромную линзу. А теперь, чтобы все было по-честному, пример поломанных правил природы, которые особенно нравятся Стиву. Это большой папочка. И не я его так назвал. Японский краб-паук считался рекордсменом, самым широким ракообразным в мире. Его размер составлял 3,11 метра, а длина ноги, тоже рекордная, доходила до 1,43 метра. Первоначально его должны были продать в качестве еды на японском рыбном рынке, но вместо этого его купил представитель Силайф. Так большой папочка избежал ранней смерти и был перевезен через весь мир в Англию, где его поместили в просторный резервуар с холодной водой. Здесь крабу не угрожали хищники, у него всегда была еда, поэтому он дожил до 80 лет и скончался в 2016 году, со званием самого большого краба в мире. Его опекуны сказали, что большой папочка был явно очень пожилым крабом и, похоже, просто достиг конца своей естественной продолжительности жизни. Но дело вот в чем. Суперкомфортные условия и куча заботы, похоже, сделали из папочки гиганта. Так получается, что мы можем создавать огромных крабов, просто ухаживая за ними? Правда, у японского краба-паука есть лимит. То есть не получится выращивать его бесконечно, большой папочка же умер. А вот лобстеры – совсем другое дело. Понимаете, дело в том, что американский лобстер бессмертен. Ну, в теории, конечно же. В отличие от человека, лобстер продолжает расти всю свою жизнь. Мы это уже проходили. Когда жесткий панцирь становится мало, животное линяет и получает возможность расти дальше. И так раз за разом. Но тогда почему ученые говорят, что в среднем лобстеры-самцы доживают до 31 года, а самки до 54? Все просто. В дикой природе у них нет условий, чтобы жить бесконечно. Сложно быть долгожителем, когда тебя постоянно кто-то пытается съесть. С большой вероятностью происходит вот это. Или лобстеры попадают к нам на стол. Если же лобстер удачливый, и ему удается избежать опасностей, его тело становится слишком большим, чтобы он мог сам себя прокормить. Примерно 10-15% американских лобстеров умирают очень большими, но не от старости, а от голода. Какой-то природный косяк, вам не кажется? Тем более, линька требует значительных затрат энергии, и чем больше панцирь, тем больше энергии требуется, чтобы от него избавиться. Для энергии нужна еда и, в общем, замкнутый круг. Но что если бы человек помог такому лобстеру? Поместил бы в резервуар с подходящими условиями, без хищников и гурманов, а еды было бы так много, что умереть от голода не получилось бы даже у самых больших и ленивых особей. Такой лобстер мог бы продолжать есть, расти, есть, расти и так до бесконечности, и стать настоящим гигантом, прямо огромным лобстеродзиллой. Согласно книге рекордов Гиннеса, самым тяжелым когда-либо зарегистрированным ракообразным был американский лобстер, пойманный в Новой Шотландии. Его вес составлял 20,1 кило. Сколько ему было лет? Возраст лобстеров сложно определить, но, скорее всего, очень-очень много. И это в естественных условиях, а представьте, чего можно было бы достичь в искусственных. Доказательство этому. Лобстер Джордж, принадлежавший ресторану City Crap and Seafood в Нью-Йорке. Он был пойман у побережья Ньюфаундленда в декабре 2008 года, продан ресторану, чтобы стать чьим-то обедом, но оказался таким огромным, что превратился в местную достопримечательность. Джордж весил 9,1 кило, то есть в два раза меньше рекордной особи. Но его предполагаемый возраст составлял 140 лет. 140! В конце концов, через год Джорджа выпустили на волю, и дальнейшая его судьба неизвестна. Вентиляторы против урагана Бэтмен против Супермена? Ерунда! Сегодня мы видели, как вентиляторы могут создать огненный смерч. Но как вам новости о 60 тысячах человек, которые собирались сдуть ураган? О мероприятии сообщили в социальной сети и даже выдали людям инструкцию. Выйти с вентилятором на улицу и направить его на ураган Ирма, чтобы изменить его направление. И знаете, многие присоединились. Да, мероприятие было шуточным. Сдуть ураган вентиляторами, даже если их будет 60 тысяч, невозможно. Но зато все это подняло людям настроение и помогло чуть меньше переживать из-за надвигающейся стихии. До скорого!